Конкурс «Мини-Мисс» можно по праву назвать традиционным. В Бресте он проводится уже в третий раз и с каждым разом только набирает обороты. В этом году конкурс, кроме своей главной цели найти и по достоинству оценить талантливую звездочку, преследовал еще и благодворительное намерение. Организаторы всеми силами старались помочь маленькому ребенку Вове Дудинскому, которому необходима эта помощь. Вход на мероприятие был платным, собранные деньги отправят на лечение ребенка. Девочки пришли за статусом. В моем понимании конкурс – это же дети, да? Поэтому у нас есть у каждой сертификат. У кого-то на месяц в Центре искусств Анну Мусвегас, у кого-то Александр Нотаров – месяц обучения, да? У кого-то месяц в нашей школе обучения. Ну, в общем, это будут полноценные на месяц обучения сертификаты. И еще медицинский центр ЛАДЭ дарит ВИП-карту бессрочную на 10% на все услуги каждой, кто вошел в 15 победителей. Юные красавицы и их родители пребывали в трепетном волнении перед началом конкурса. Участницы долго готовились к мероприятию, придумывали эффектное выступление, платье и дефиле. Кто-то волновался перед началом конкурса, а кто-то был готов ко всему. Я на самом деле не волнуюсь, потому что в 2017 году я сама принимала участие в этом конкурсе. Я прекрасно понимаю все переживания участниц. Все волнуются. На самом деле волноваться не надо, потому что это праздник. Это праздник красоты. Я чуть-чуть волнуюсь, потому что ведущей быть непросто. Ты вышел, много зрителей на сцене, все на тебя смотрят. Ну и очень страшно. Мне не очень страшно. Я уже выступала много раз и столько количества человек, мне уже легко преодолеть. А для вас? Мне тоже не страшно. Конкурс «Мини-мисс» – это возможность для каждого ребенка выйти на сцену и заявить о себе. В этом году участие в проекте принимали 29 смелых и амбициозных «Венер» в возрасте от 5 до 12 лет. Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе конкурсантке за минуту нужно было рассказать о себе как можно больше. Во втором конкурсе участницы проявляли свою фантазию, создав платье из вторичного сырья, активно поддерживая движение «Цель-99». И завершающим этапом стало дефиле участниц. «Мини-мисс Бреста» – это, наверное, что-то большее, чем выбор ребенка, да, ребенка, который победит в конкурсе. Во-первых, это совместное творчество. И родители, и дети готовятся к конкурсу. Они вместе делают настолько важное дело, и семья становится крепче. Вот что надо сделать для укрепления семьи? Мне кажется, проводить больше конкурсов, мероприятий, объединяющих и детей, и родителей. Так вот, «Мини-мисс Бреста» – это укрепление семьи. Это развитие творческого потенциала как детей, так и родителей. Каждая девочка была удостоена своей минутой славы. Но конкурс есть конкурс, а потому главные призы достались только трем участницам.